Для меня депрессия ассоциируется в первую очередь с одиночеством. Поведение человечества в отношении природы. Депрессию, наверное, у меня вызывало еще пару лет назад это негативное отношение к своему телу, к самой себе. Меня вводят в депрессию ссоры с родителями. С такого уровня жизни упал на такой до уровня дворовых пацанов. И это меня обгоняет в депрессию. Студенты Сибирского федерального университета рассуждают, от чего бывает депрессия. И считают, что почти каждый из них сталкивался с этим состоянием. Вот, к примеру, Екатерина Бородачева считает, как тут не впасть в депрессию, если из холодильника все время пропадают собственные вкусняшки. Я весь день мечтала о шоколадке. Как тут не впасть в депрессию, когда из холодильника пропадают собственные вкусняшки? Депрессия – самый распространенный в современном мире недуг. Обычно она сопровождается апатией, бессонницей и отсутствием аппетита. Леонти Крупин, студент Института психологии и педагогики СФУ. Даже будущие психологи не застрахованы от этого недуга, но подкованы и знают, как не допустить этого состояния. Депрессия у людей может вызывать самые абсолютно разные вещи, смотря что для человека важно. И когда он чего-то важного этого лишается, то у него может случиться депрессия. А мне помогает бороться с плохим настроением вот этот блокнот. Когда грустно, в него можно написать об этом. А еще в нем есть много способов, как бороться с депрессией. Просто очень отдохни, сделай что-то приятное, покушай, поспи, погуляй. И настроение тогда все шансы имеет измениться. Если депрессивное состояние более продолжительное, глубокое, и здесь, может быть, уже стоит обратиться к специалисту-психологу. Но давайте не будем все время о грустном. Несколько дней назад земляне отмечали День Счастья. Ученые одного из американских университетов выяснили, что наше счастье зависит на 50% от генов, на 10% от окружающей действительности и на 40% от наших мыслей. Алифтина Трифонова, студентка кафедры журналистики и литературоведения СФУ. Али каждый день приходится тратить по 2 часа на дорогу до универа и обратно. А еще к этому всему прибавьте сессию, курсовую и творческие работы. Но она не считает себя несчастной. Я могу сказать, я очень счастлива, когда я выбиваю новый персонаж в игре. Счастье для всех свое. И его определения трактуют по-разному. Для меня счастье – это находиться в творческой атмосфере, постоянно знакомиться с талантливыми людьми, заниматься с ними музыкой, играть в оркестры. Музыка для меня – это счастье. Счастье прибавит и улыбка. Хочешь быть счастливым – будь им. Даниил Богданов, Максим Животов, Станислав Катунин. Телевидение Сибирского Федерального Университета.